привет youtube всех рада видеть на своем канале и еще больше буду рада если вам понравится вы задержитесь на нем и подпишитесь на мой канал сегодня я решила вас познакомиться со своими любимыми предметами на кухне которые мне очень нравятся есть предметы которые мы покупаем просто так они у нас валяются потом мы либо в киллер относим неиспользованные либо просто кому-то отдаем или выбрасываем а есть предметы которые ну нравится и вот я решила посвятить этой теме свое видео я вам сегодня покажу свои любимые предметы на кухне я надеюсь напишите мне отзывы понравились вам не понравились мои предложения или что-то у вас есть оригинальное свое я буду очень рада если вы мне напишите сегодня я вас приглашаю на свою кухню посмотреть мои любимые предметы пожалуйста итак первый предмет который мне очень-очень нравится это соковыжималка как я уже в одном видео своим показывала я туда оставляю пакетики для того чтобы просто взять и потом выбросить все что все шметки которые остаются от моркови и сельдерея свеклы и так далее все что еще я делаю соки это соки делается не не мягкие а именно и жестких именно из овощей не здесь нравится что вот этот вот резиновый носик который здесь есть он встает нормально здесь нет какие брызги не летят когда у меня было много разных соковыжималок это соковыжималка мне нравится больше всех сильнее крест фирмы здесь можно сделать двоечку нажать можно единичку то есть помедленнее или посильнее она трет моется она быстро есть такие которые очень долго мыть но это мне нравится следующий мой любимый предмет на кухне это вот такая вот доска на которой я записываю все что мне нужно чтобы не забыть купить или там какую-то записочку оставляю вот магнитиками все приклеится она стеклянная и очень я люблю зеленый такой цвет мне это нравится и тут еще должен быть это не тут типа такого по такому тоньше у меня где-то лежит который записываю в данном случае вот такая доска мне на кухне она очень очень нужно какие-то специи закончились еще ждут а вот есть еще попутно уж я раз показываю я вам покажу вот этот вот предмет который называется кофемолка наверное потому что здесь мелко нет это не кофемолка вообще написано кафе здесь подразумевается что кофе молоть но и тут настолько маленький ящичек который сыпется я думаю что перец молоть самое то круглый но я его не милю поэтому она у меня стоит просто без дела вот куплено уже много лет назад и стоит просто вот как антураж какой-то не используется вот таким вот образом у нас много предметов которые мы не используем там у меня моя орхидея стоит вот еще попутно вам покажу вот такую штучку она стеклянная вся сверху открывается я когда я ее покупала хотела там сделать какие-то композиции цветочные там еще какие-то еще подумаю буду делать следующие мои два предмета которые мне нравятся это это вот такая вот для ножей подставочка сейчас покажу она состоит из таких вот как вы видите проволочки такие стоят и они просто втыкаются эти проволочки мне нравится среди них вот много ножей а среди них один только в принципе который мне очень нравится это вот такой вот нож я им больше всего пользуюсь он литой ручка у него ну очень хорошая величина тоже режет замечательно вот следующий предмет который мне нравится следующий предмет который мне нравится это вот такая круглая подставка она многофункциональная эта подставка я принципе на нее если очень понадобится могу торт испеченный положить что-то такое еще для торта это вообще мне кажется идеально подходит вот если когда к вам приходит гости вы туда ставите торт потому что она вот так вот крутится и вы ставите эту доску на стол и каждый может себе отрезанный кусочек положить тот который ему нравится удобно правда еще можно точно также положить сюда как мне ножницы несколько салатиков различных точно также поставить на на стол и каждый себе может крутя ее не просить достаньте мне вот это подайте мне вот это просто крутить очень удобная штучка интерес еще хочу показать самый свой любимый чайник это чайник керамический он же электрический очень очень удобно если у вас небольшая семья на два допустим человека это просто прекрасно и потому что у него размер литр 200 по моему если они шаг вот такой вот чайник фирмы polaris я его покупала в санкт-петербурге в принципе наверное можно было его и здесь найти он был нескольких расцветок это под джей была еще раз видочка такая деревенская цветочек шелтенькие синенькие такие вот цветочки симпатичные но мне почему-то больше это понравилось в чем же его прелесть он на подставочке и я нажимая кнопочку одну и вторую значит больше ничего не делая он подогревает до 100 градусов разогревается далее если я его не выключу то он у меня периодически будет вот если у меня гости пришли ко мне гости мне не нужно заботиться о том что у меня остыл чайник или что-то он мне периодически постоянно через каждые там 10 минут или он остынет до 80 градусов он сам подогревается до 100 градусов я могу сделать совершенно другую температуру здесь я могу нажав кнопочку 70 80 градусов у меня будет только до 70 80 нагреваться постоянно вода это мне очень очень нравится я его вот так вот сняв могу поставить на стол и он у меня просто стоит красиво на столе и человек может налить себе или ты ему нальешь чай еще очень актуальная тема для каждой хозяйки это хорошие сговорода я их сменила очень много поэтому сейчас я могу предоставить вам все которые меня не пользуются которыми я пользуюсь которые чем они лучше сейчас я вам все расскажу вот этот данный случай сковородка которой я сейчас уже не пользуюсь эта сковорода керамическая но у меня так как у меня муж любит ковыряться ножом постоянно в какой в любой сковороде ему все равно то для не для нас это по-видимому неподходящая сковорода я на ней уже не готовлю хотя она в принципе такая тяжелая и у меня она почему-то не очень понравилась все равно как-то к ней у нее пригорало немножко не нравится я дальше у меня даже были такие сковородки как например для чего я ее купила я понятия не имею вот эту вот огромную сковородку у нее две ручки такие она плоская но я может быть подумала сначала как хорошо на ней будут блины делать но не подумала совершенно о том что у нее очень очень большое дно и естественно такого такой электрические плиты на которую поставить чтобы она равномерно тепло распределяла у меня такой плиты нет но неудобная она я ее в принципе она легкая очень хорошо я думаю она пригодилась бы если бы с ней пойти куда-то в поход на всю семью поджарить на открытом огне наверное было бы неплохо ничего не подгорит она лежит у меня валяется и я ее принципе совсем не пользуюсь я пришла к такому мнению что мне необходимо купить старые чугунные не старые они сейчас новые я купила вот такую вот одна деревянная ручка вторая летая я их привезла из россии и мне они очень нравятся одна повыше видите бортик у нее тусим не что-то могу под крышечкой потушить если что-то так нужно еще дополнительно жарки это поменьше ну тоже здесь достаточно высокие бортики они очень тяжелые но это то что он мне нравится я привыкла к старым сковородкам которым ничего не пригорает единственное что уход за ними было там написано это украинское производство эти сковородочки они не дешевые тысячу чем-то там стоили в питере но я все равно привезла в германию потому что здесь я таких сковородок не видела так вот и уход за ними должен быть просто маслом протирать бумажным полотенцем и все и она таким образом остановится постепенно постепенно чернее 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 и больше мыть ее не надо иначе она просто будет ржаветь но кто вот ну я рекомендую кому кому кому-то может быть не нравится мне нравится и самую сейчас свою любимую блинницу я вам покажу минуточку терпения теперь я вам показываю самую свою любимую блинницу электрическую мне она настолько нравится ну как может быть наверное многие знают наливается сюда жидкое блинное тесто и вот такой вот штучкой специальной она так быстренько делается ничего не прилипает прекрасно просто прекрасно это показываю еще раз так вот так она сделана . я когда буду печь блины обязательно покажу насколько это здорово масло растительное не надо ничего не прилипает блины получаются очень вкусные классные и очень большие то есть можно сделать их я делаю русские суши так называемые дорогой заворачиваю эти блины какую-то начинку потом разрезаю на маленькие такие кусочки вот или блинчики можно сделать но очень здорово то есть прекрасно просто прекрасно если вы у себя увидите это не сильвер сильвер крышка она называется или крэк фирма но это не важно можно другой фирмы они очень рекомендую всем очень удобно хочу показать больше подходит для пикника это вот такой вот видите за ручку держится пластмассовый пластик короб летом очень удобно или куда-то если поедем в поездку машину поставить можно там продукты когда мы его открываем сверху что мы видим сверху и в принципе если вы не хотите вы можете не брать с собой она вообще вынимается но здесь отделение для ножей для вилок я обычно сюда какие-то пакетики чая кладу сахара пакетики кладу яйца даже бывает кладу там отварные или еще куда мы когда-то берем с собой что-то соль там все все вот такие вот мелочи которые нужны сюда я уже кладу продукты потом сверху вот это ставлю закрываю и поехали все очень-очень удобно такой вот город мне нравится следующее что я хочу показать это вот такие лампочки которые несколько вариантов можно так включить три будет лампочки можно эти три вот можно вот так вот эти лампочки мне очень нравится они клеятся их не надо никакой мужской силы то есть любая женщина может взять они на липучки и наклеить я их наклеила вот сюда у меня несколько штук наклеены и вечером допустим когда или ночью если вдруг ты встаешь просто нажала все можно так использовать мне они очень нравится они очень хорошо используется каком-нибудь шкафу которым нет света и мне нравится а и и и Продолжение следует...